Возможно ли применение препарата TABOX у больных с шизофренией? То есть стимулирует холиновые рецепторы, стимулирует дыхательный центр, стимулирует выброс адреналина. То есть обладает не очень выраженным, но тем не менее стимулирующим действием. Почему он близок к никотину и почему он может облегчить течение никотиновой зависимости. То есть он конкурирует с никотином, замещает его и за счет вот этой стимуляции, по мнению авторов и разработчиков препарата, снижает болезненность переживания отказа от никотина. Поскольку при любом психотическом расстройстве, абсолютно любом психотическом расстройстве использование любого стимулятора, даже самого слабого, может провоцировать либо рецидив заболевания, либо дебют заболевания, либо обострение течения заболевания, то авторы-производители этого препарата обезопасили себя и внесли это дополнение в инструкцию к препарату, что при шизофрении, соответственно, использовать этот препарат надо с осторожностью. На мой взгляд, крайне маловероятно, что при шизофрении столь незначительное внешнее воздействие может кардинально изменить течение заболевания. Как мы знаем, шизофрения относится к эндогенным психозам, которые, в общем и целом, протекают достаточно самостоятельно. Конечно, внешний провоцирующий фактор, ну, по крайней мере, допустим, использование амфетамина, он, скорее всего, да, спровоцирует обострение заболевания. Использование же такого слабого препарата, как ТАБОКС, это маловероятно. По крайней мере, точно то же самое можно было бы сказать в отношении любого стимулирующего наотропного препарата, того же самого хронотерапива, допустим, что в его применении при шизофрении, может быть осуществлено только с определенной осторожностью. Ну, это да, это азбука, собственно говоря, как я сказал, любые стимулирующие препараты, при любых психозах должны использоваться с определенной осторожностью и настороженностью в отношении обострения психотической симптоматики. Но это совершенно не значит, что их применение обязательно должно вызвать рецидив психоза. То же самое, на мой взгляд, в полной мере относится и к энхалинометику ТАБОКСу. То есть его применение чисто теоретически, потенциально, за счет увеличения выброса адреналина, может оказать стимулирующие действия, в том числе стимулирующие действия на психоз, но, на мой взгляд, для этого его надо съесть очень много, в ян, превышающих любые терапевтические дозировки количества. Ну, естественно, если речь идет об остром психозе, то, наверное, прямо вот в этот момент отказываться от курения, срочно просто вот форсировано, все просаемо, отказываемся от курения, одновременно лежим на наблюдательной палате, это, наверное, не самое целесообразное действие. Естественно, что лечить никотиновую зависимость надо тогда, когда симптомы шизофрении находятся уже под достаточно четким медикаментозным контролем. Ну, и тогда, я думаю, что никаких проблем не возникнет. Дополнительную информацию можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.